так всем привет начинаем сегодняшний эфир сейчас подождем пока все соберутся и пока к нам присоединиться алина не отправим приглашение или правильный приглашение так так слышно отлично я тебя слышу ты меня слышишь да я очень хорошо тебя слышу хорошо ну вот сейчас к нам присоединяется слушатель мы тоже можем у них спросить как нас слышно проверка связи как обычно начинаем эфир с проверки связи вот ирочка нас слушает ирочка это из нашей школы ириша напиши пожалуйста слышно ли видно все хорошо хорошо слышно хорошо видно привет всем добрый вечер привет ты видишь комментарии алина да вижу а вот видишь там ирина нас приветствует все ну класс слышно видно тогда будем начинать начинаем вот у нас сегодня эфир про менструальную осознанность очень не люблю эту тему практикую менструальную осознанность вообще живу по менструальному календарю прям преисполняясь с каждым месяцем все больше и больше я ее исследую с энергетической стороны и и мне хочется чтобы сегодня ты дополнила что-то еще со своей стороны и свои практики и поэтому у нас сегодня такой совместный эфир не очень прям интересно я обожаю свои практики в сессиях в группах совмещать как я говорю духовные материальные эзотерику и науку поэтому вот у нас что-то возможности сегодня такое получится с разных сторон рассмотрим тему менструальной осознанности я вот пригласила для этого алина потому что алина врач-гинеколог сейчас она представится подробнее и у нас будет такой крутой эфир с разных сторон мы рассмотрим эту тему вот меня зовут лена моря я телесный терапевт я не целительница ведущая женских групп 20 лет практикую последние пять лет я не хилинг очень плотно и ну как я уже сказала люблю совмещать подходы разные и все интегрируем алина расскажи о себе представься пожалуйста добрый вечер меня зовут алина я врач-гинеколог с 2009 года работы в гинекологии потом присоединилась специальность ультразвуковой диагностики вот и достаточно недавно и и не хилинг в моей практике появился но перед этим у меня был достаточно большой опыт разных психологических тренингов ретрита и для меня это было очень ценно потому что я там начала получать ответы на которые на вопросы на которые официально медицина мне не давал именно и в июне хилинги в июне сессиях и в психологических и в церемониях с растениями силы вот и сейчас у меня такой период когда я пытаюсь все это собрать воедино вот и для меня это очень интересно и очень ценно и я очень рада тому что все больше и больше женщин интересуется именно не тем чтобы таблеточку выпить или чтобы сделать месячные чтобы их вообще не было что про них забыть или как вот делать чтобы это было поменьше больше женщин сейчас интересуются тем как с этим вместе быть и как от этого получать удовольствие радоваться быть в согласии с собой со своим телом да прекрасно я тоже вижу такую тенденцию тоже радуюсь ей и радуюсь что у нас происходит интеграция объединения подходов потому что я помню что когда начинал только я не хилингом заниматься я думала но где я не хилинг а где гинекология мне казалось это вообще совершенно две разные планеты которые никогда не встретиться но потом ко мне начали на сессии приходить гинекологи потом я видела я увидела еще больше точек соприкосновения и потом когда ты пришла к нам школу я подумала ну вот наконец-то моя мечта сбылась и я составила таблицу бережных гинекологов она кстати есть закрепленных stories в актуальных потому что женщины которые приходили на сессии они потом хотели идти только к бережным гинекологом и таким образом я увидела что я не хилинг и гинекологи объединяются и это прекрасно и вот это же рассказываю что больше женщин и которые к тебе приходят они тоже стремятся скорее познать чем отрицать и такая такая происходит интеграция разных методов подходов вот это прекрасно ты у нас кстати тоже есть в этой таблице бережных гинекологов чему я очень рада вот и про месячный да у нас сегодня про менструальную осознанность я наверно еще пару слов от себя схожу что у меня были раньше в юности проблемы с этим у меня была миноре и отсутствие месячных не были болезни месячные там всякие разные даже диагнозами пытались поставить но со временем когда я начала заниматься практиками телесными йогой женской потом другими женскими практиками особенно в последнее время мало того что цикл стал безболезненные регулярные и прошли все диагнозы так я еще и получаю теперь удовольствие каждый раз когда месячный приходит для меня это праздник я прям каждый раз радуюсь и хочу менструировать как можно дольше и каждый раз когда это случается я прям цветы и свечи благовония и это прям оргазмическое эстетическое переживание и мне очень хочется чтобы как можно больше женщин тоже испытывали удовольствие от менструации они страдания и я вижу что основной путь к этому это как раз практика менструальной осознанности и вот поэтому мне сегодня об этом хочется поговорить что же такое менструальная осознанность вот как как бы ты описала как в твоем понимании что такое практика менструальная осознанность вот из твоего опыта как и врача-гинеколога и как ее нецелительницы ну первое самое первое все-таки чего наверное каждой женщине нужно начать это перестать стыдиться хотя бы постараться чтобы это перестало быть стыдным и чтобы это перестало быть каким-то наказанием я вот только вчера с одной женщиной переписывалась она были для меня это наказание как будто бы мне вот за что-то за прошлую жизнь мне вот это наказание и конечно стыдиться женщины до сих пор очень многие стыдятся к сожалению вот что кто-то увидит кто-то узнает что а я пришла к вам на узел у меня не закончились месячные или на осмотр а как я на кресло до сих пор вот это есть ну вот и ощущение что это грязное что это да вот но к счастью прям много и женщины даже мужчин стала как бы интересоваться этой темы мы и мужчины стали тоже говорить что менструальная кровь это священная я знаю что менструальная кровь священна даже мужчины у нас такие пошли которые бережно к этому относятся и к своим женщинам бережно относится вот поэтому начать наверно удаст перестать относиться к этому как наказание как чему-то вот грязному стыдному и начать относиться к себе бережно бережно во время менструации перед менструации слушать свое тело то что хочет свое тело я кстати об этом все время женщинам рассказываю когда они вот начинают приходить ко мне с болезненными месячными жалко я первое о чем говорю есть короткий путь пить таблетки да есть длинный путь начинать бережно к себе относиться начинает себя слушать там рекомендации по спорту там даю когда что лучше да а вот и и стрессы когда себя нужно поберечь когда прислушиваться до к себе вот это вот самое главное с чего начать следует иногда этого бывает достаточно иногда просто женщины приходят она нормализовала спорт сон стрессы и у нее меч не становится все иногда кому-то везет кому-то даже не нужно на тренинги ходите на практике да я с тобой согласна что это основа это контакт со своим телом и с тем что в теле происходит у нас менструация она же в теле происходит и что это естественный процесс и если мы в контакте со своим телом со всеми естественными процессами которые в теле соединяемся с ними и прислушиваемся действительно к тому что происходит то это и и происходит тогда естественно безболезненно легко так же как поесть попить подышать абсолютно естественный процесс который нам не доставляет дискомфорта если мы следим и прислушиваемся там что я поесть хочу когда поспать базовые абсолютно потребности это важно и я тоже вижу очень есть до сих пор к сожалению много женщин с установками относительно месячных к счастью все больше женщин начинают любить месячные праздновать их но все равно есть а вот эти установки грязно стыдно ужасно это какое-то наказание и есть методы как работать с разными установками они могут к нам прийти да там породу от кого-то где-то услышал коллективный бессознательный так далее мы с этим можем слава богу уже сейчас работать из кучи методик и да я согласна что это тоже важно но самое главное даст мистеральной осознанности это наблюдать за собой во время цикла как я себя ощущаю в какие дни цикла и как меняется мое состояние как меняется течение энергии как меняются эмоции и таким образом познавать себя и таким образом можно в дальнейшем выстраивать свою жизнь относительно менструального цикла и это прям ну целая может быть такая философия жизни вот я часто говорю что даже если не на что опереться бывают жизни ситуации там не знаю кризис самоопределение вот у меня кстати сейчас есть или там вообще непонятно куда дальше двигаться вообще не знаю на что опереться у женщины есть суперсила она всегда может опереться на свой менструальный цикл потому что он как природа он вот после весны будет лето стопроцентная информация после эмуляции будет менструация стопроцентной информации да пока женщина менструирует пока вот она фертильном возрасте у нее это происходит я считаю что это просто великий подарок благословение что мы можем всегда на это опираться и осознавая свой цикл мы таким образом и практикуем менструальную осознанность я хочу добавить до один момент вот сейчас уже да у меня достаточно богатый опыт разных и тренингов и церемонии с растениями силы и и не сессии всего вот менструация это просто подарок это бесплатный тренинг церемония с растением силы причем сильными если вы заходите вот пытаетесь наводить вот эту вот связь со своим телом это может быть такая очистка то есть в этот момент можно отпускать старые отношения какие-то обиды там и какие-то травмы детские можно все это отпускать и давать возможности этому выйти и она потом уходит и не возвращается вот просто вот в теле в нашем столько волшебства по моему я не была в мужском теле в этой жизни поэтому не знаю но женском теле сейчас понимаешь просто сколько волшебства и она вот вот нам дано просто по праву рождения что называется да и нам нужно просто научиться вот это вот слушай и чувствовать еще да я с тобой согласна что это такой подарок который прям внутри нашего тела внутри нашей и они далеко ходить не надо мы часто пытаемся найти снаружи ответы да какой-то там дополнительный инструмент а у нас оказывается все вот прямо здесь есть прямо здесь сейчас просто вот бери соединяйся и вот ты упомянула вот этот возможность отпускать старое я вот это время цикле люблю больше всего вот я часто пишу об этом не знаю что многие женщины не любят овуляцию когда много сил пик там энергия мы значит все такие красивые бежим там марафона покорять и это можно понять да почему женщины любят это время но я например люблю больше конец цикла когда вот эта смерть наступает это для меня но такое просто благословенное время открывается как будто какой-то канал ченнелинг у меня приходят тексты стихи и действительно я проживаю глубочайшее очищение и столько всего можно отпустить и каждый раз я проживаю это как вообще великое благословение подарок что я могу просто очиститься на всех уровнях каждый месяц я могу выбрать то с чем я готова расстаться установки те же там отношения какие-то не знаю даже вещи выбросить в конце цикла это это тоже целый ритуал и вот эта смерть это каждый раз для меня прям я больше всего люблю вот это время там такая прям без времени даже наступает я бы даже сказал что это не время без времени да вот прям вот несколько часов когда просто можно зависнуть в этом и ты думаешь блин не надо никуда ездить вот она все и тут вот прям этот процесс вот и я ищу хотела вот может быть для кого-то будет полезно такой совет да посоветовать женщинам если у вас вдруг совпадает так что у вас месячные приходится на какой-нибудь тренинг или ретрит особенно если это как-то случайно совпадает и месячные начали подстраиваться не пытайтесь это сдвинуть таблетками это вот прям подарок для вас просто это вот старое отпустите а новое зайдет просто вот так вот вот просто чашку наполнив ну вот у меня просто были такие опыты поэтому я всегда радуюсь если это совпадает да 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 я с тобой согласна вот я недавно ретрит проводила в карелии женский ну у меня первый день ретрита месячные начались все это ну как понятно а что еще может быть да я вижу вообще такой как бы закономерность да чтоб начале мы отслеживаем свой менструальный цикл как мы себя чувствуем в какие дни замечаем потом мы выстраиваем свою жизнь относительно цикла то есть я знаю что у меня овуляция там допустим 15 сентября я на 15 сентября там назначила какое-нибудь собеседование а мне помедитировать там надо в какой-то день я записала это допустим на конец цикла а потом действительно происходит то что ты говоришь что уже такая сонастройка с циклом что уже сама она сама вот я уже не смотрю в календарь и раз у меня начало ретрита это начало менструального цикла это происходит из-за сонастройки и также сонастройка с луной может происходить да и с какими-то вот этими событиями и это конечно это такой подарок когда события выпадают вот на какие-то такие дни это просто можно порадоваться что знает я сонастроилась ритмом своей жизни ритм моего цикла сонастроился с ритмом жизни и все происходит именно тогда когда и должно происходить вот эта мудрость природы что почки созревают весной листья падают осенью все происходит тогда когда должно происходить это настолько мудро и невероятно красиво и прекрасно что просто вау просто я не перестаю удивляться у нас есть вопрос отпускать прошлое цикла ну вот у нас есть да мы тут сразу хочу начать рассказывать про наш курс с алиной что мы очень очень подробно все будем рассказывать на нашем курсе сила моего цикла он называется который 2 числа начинается и я там буду очень много практик давать как отпускать как проживать алина будет рассказывать тоже физиологию и гайды мы вам дадим но в целом смысл в том что у нас есть вот это время внутренней смерти мне понравилось алина как ты назвала ее метафорическая смерть до когда один цикл заканчивается другой еще не начался и это происходит перед началом следующего цикла то есть перед началом месячных и в это время можно как раз и отпустить то что вы готовы уже отпустить какие-то отношения идеи там ситуации это можно делать если есть какая-то прям практика можно делать помощь какой-то практике допустим выписывать там сжигать или просто дышать и мне помогает просто дышать и осознавать это моя самая лучшая практика когда я осознаю что я готова с этим попрощаться благодарю за опыт и с выдохом отпускаю это тоже работает у кого-то работает какие-то еще практики мы поделимся прям списком как это можно делать на курсе но суть в том что это время смерти метафорической и как раз в это время очень хорошо все отпускается потому что происходит такой вот так вот происходит все она как бы растворяется гормоны падают да там уровень гормонов падает и поэтому все как будто бы не нужно ничего держать вот я вот так назвала это это время не нужно ничего держать не нужно ничего контролировать да 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 она даже даже практику не надо но как-то вот самого вот вот просто отпустить тело расслабить и пусть это но все идет вот это вот энергия проходит проходит и ну послушай тело до чтоб тело было в тепле в каких-то таких условиях удобных и просто разрешить вот этому всему идти уходи вот и и конечно очень здорово если получается расслабиться без того чтобы пить обезболивающее а самой да тогда она лучше всего входит все такие обезболивающие естественно я не за то чтобы терпеть до последнего нет но и но если вот получается настроиться телом и самой потому что у меня сейчас даже иногда бывает например месячные болезни и я четко знаю что я либо перемер ничего ну как правило я за что-то вот так схватилась вот так вот и какой-то опыт отпустить и не могу я прям просто начинаю вот слушать тебя и отдаю все все что уже не нужно отдаю я ну как-то вот сама сама уже уходит тело она вообще в нем такая есть магия она конечно у него есть способы самоисцеления она умеет вот нам только вот этим вот этой коробочкой не мешать ему и вообще будет замечательно да а да у нас конечно вот этот неокортекс наш он и помощник и иногда мешает поэтому нужно настроить все части себя да 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 мы говорим там иногда про тридон тянь а верхний средний и нижний или там мысли и чувства тела сонастроить и когда все вместе сонастроены в целостности тогда происходит самоисцеление вот вопрос про луну да и конечно бывает что цикл сонастраивается по луне он может начаться в новолуние или в полнолуние тогда цикл будет белый или красный там немножко по-разному энергии в этих циклах функционирует вот но я заметила что если мы практикуем ментуальную осознанность то цикл сам подстраивается под луну в нужное время жизни когда мне нужно чтобы он был белым белый становится когда мне нужно становится красный я таким образом доверяю мудрости природы и мудрости внутренней своей природы своего тела это я отвечаю на вопрос про луну вот тут еще смотри алина есть вопрос про магний на это наверное тебе лучше ответить можно ли принимать магний потому что он расслабляет мышцы и снимать и да безусловно принимать можно но опять же да больше все таки себя слушать не то чтобы это было вот точно я знаю таблеточку я выпью сейчас я пытаюсь свое тело настроить так чтобы она даже чувствовала какие витамины какой момент нужен потому что мне вдруг пришло что даже вот то что по циклу расписана на самом деле тело не всегда вот этого хочет то что вот даже вот эти прям таблетках или прямо расписаны бывают схемы поэтому послушать тебя вот это самое самое важное иногда тело само говорит я хочу вот я хочу поесть какой-то фрукт а там смотришь а там например магния может много или витамин какой-то да есть вот это очень тоже помогает да еще есть у нас большое красное правило которое звучит так что то как вы проживаете ваш цикл и то как вы его ощущаете это для вас есть правда истина и мудрость что нет какого-то определенного правила как цикл должен проходить что он должен быть всегда 28 дней он должен всегда начинаться на полную луну и вы должны себя чувствовать всегда вот так так это ну невозможно потому что мы разные жизни вот поэтому очень важно следовать этому правилу и если он у вас 33 дня ну значит 33 дня потом он может поменяться главное то как мы его проживаем как мы себя ощущаем и что нам это помогает соединиться со своей природой вот это главная суть менструальная сознательца не то что он каким-то должен быть и если он не такой начну какой-то неправильный это как вот бьёни хиллинги часто мой оргазм исследуем и женщина это вот так вот так и вот так ну нет оргазм он просто каждый раз разный и у каждой женщины он разный и нет какого-то определенной схемы какой оргазм должен быть потому что женщина она ну а это как бы вот так это не какая-то линейная схема что вот должно быть вот так то женщина это пространственные постоянно изменяющиеся цикличная ритмичная природа и вот это вот с этим вот важно соединяться вот ты видишь вопрос про сахар у нас очень активно слушательный про мне нравится я хотела хоть ученик сахар и дать волю то тогда я не остановлюсь про сахар кстати недавно писала очень сахар любит кстати об этом очень многие проводники говорят я с этим согласна любят всякие паразитарные программы и всякие вот эти вот мозгокрутилки да вот это вот это вот прямо не любят как только программа отпускаешь вдруг ты а я не хочу сахар причем и перед месячными не хочу и во время месячных я вообще его оказывается не хочу поэтому тут но тут важен конечно баланс я против того чтобы насиловать тело и сидеть на жёсткой диете если это не получается все таки вот находить какой-то какой-то баланс хочу с тобой согласиться вот про длительность ну как нас учили в институте 2136 это норма но на самом деле это даже это очень условно бывает что у женщин редко ходит месячные еще реже бывает очень нерегулярно но при этом у них есть овуляция у них нормальная вторая паза и я очень осторожно в этих ситуациях отношусь к тому что чтобы навязывать им какое-то лечение потому что для них это может быть очень физиологично и бывают что такие женщины с первого попытка беременеть а это как раз говорит о том что у них все нормально в организме просто это их норм поэтому вот прислушиваться до к себе ну конечно нужны какие-то обследования обычно если женщина приходит с нерегулярными или длинными циклами но вот я стараюсь по минимуму вмешиваться если полноценный особенно полноценной второй фазе овуляции да вот это опять же о том что у каждой из нас все индивидуально и важно просто прислушиваться и быть в контакте с телом и по поводу питания я тоже как бы собак съела на этом потому что никогда давно сидела на жестких диетах и от этого у меня прекратились месячные вот поэтому у меня тут большой в этом месте опыт я была и вегетарианкой и веганкой голодала и сыроедила что-то с собой не делала сейчас я просто слушаю свое тело что она хочет но но иногда шаверму с кока-колы хочешь ну вот честно ну как бы пойду съем но в целом она хочет ведро салата фрукты как бы и потому что я знаю от чего мне хорошо и в каждый момент времени это может быть что-то разное и здесь меня нет правил что это плохо это хорошо главное как я себя ощущаю из какого места я делаю этот выбор не из каких-то правил навязанных да из того что я сейчас ощущаю что для моего тела хорошо и чем больше я с ним сонастраиваюсь тем больше я понимаю что мне лучше есть как мне лучше проживать цикл и вот даже то о чем ты сказала я даже могу почувствовать какие витамины мне нужны я тоже это практикую я так сильно настроилась со своим телом что я уже начинаю биохимию тела чувствовать где мне там у меня кортизол упал то значит у меня чувствую магний упал тут надо подбавить железо вот прям вот даже такие вещи уже начинаю чувствовать то конечно это большой опыт контакта с телом но я уверена что к этому могут может каждый прийти при должном уровне практики но уж чувствовать то что хочет тело съесть и как она хочет проживать цикл я точно уверена что это можно научиться делать как влияет на образование миомы на оргазмичность мне кажется это больше тебе вопрос у тебя больше опыта потому что ко мне с миомами женщины приходит с лечением да они но они редко когда спрашивают про оргазмичность их это в меньшей степени интересует когда они к врачу приходят слушай но мне кажется больше что в голове там влияет вот меня не было такого случая в практике чтобы у женщины была миома который непосредственно влияло бы как-то нормально и оргазмичность на оргазмичность влияет скорее психологическое состояние в первую очередь это разные табу это невозможность проговорить свои желания это не знание непонимание своего тела нет контакта и вот это скорее влияет на оргазмичность вот как бы я вижу что энергетические психологические причины они первостепенные а потом уже структуральные то есть что-то там где-то нарушено но это крайне редко бывает в основном все хорошо нормально функционирует просто нужно соединить голову с телом если голова с телом соединена все хорошо работает у меня есть курс он называется моя дорогая и они его нужно купить в записи я там рассказываю как соединиться с йони какие бывают оргазмы в чем суть оргазма там подробно мы эту тему раскрываем у меня будет третий запуск курса скорее всего в ноябре вот приходите там мы будем все это рассказывать вот и там тоже есть небольшая часть про менструальную осознанность но совсем немножко и когда я создавал этот курс я поняла что про менструальную осознанность нужно говорить больше что в одном занятии не расскажешь и поэтому я решила создать вот этот вот курс сила моего цикла который у нас 2 сентября стартует где вот и алина будет в том числе читать лекцию и вот там мы раскрываем уже и про контакт с телом будет и про контакт с йони будет и уже непосредственно про саму практику менструальной осознанности как это практиковать как вести дневник в какие дни что происходит как течет энергия как день цикла влияет на оргазмичность вот это влияет вот это точно могу сказать что в разные дни и фазы цикла оргазмичность разная и это интересно вот будет поисследовать если вы придете к нам на курс то вы как раз сможете это поисследовать вот так вот наверное я отвечу и про оргазмичность так какие нибудь еще есть вопросики может быть пять минуточек может быть еще пять-семь минуточек может ли миома уйти после йони хилинга были на практике да у меня есть такие случаи женщины ходят постоянно и миома уменьшается я прям сейчас вспомнила алина как на на обучении мы обсуждали там какие-то противопоказания или что-то такое у нас с тобой завязался диалог что рассасываются кисты миомы и полипы уходят что это все возможно это действительно существует потому что есть и психосоматические причины не только там биохимические физиологические в общем в моей практике такие случаи есть вот я сама себе несколько раз там воспаление вылечила кисты пару раз были и я видела психосоматическую причину этого и они уходим что ты можешь алина сказать с миомой пока не было случаев таких вот поэтому не могу сказать точно да а вот а по поводу кист и воспаление но это такая очень подвижная история поэтому естественно ну вот и йони хилинг и психологические практики и вот я сама проходила историю ну правда вот с иститом и это было очень как раз он меня случилось на истории про предательство себя и про свое тело и как раз я пришла в йони хилинг тогда как клиент только до начала эту тему изучать и мне настолько это все показывали через меня лично и да и как бы вот это все уходит исключительно как раз когда ты понимаешь что ты сам сделал не так когда ты именно берешь ответственность за свое здоровье на себя да вот и опять же именно начинаю слушать себя свое тело и свои какие-то вот истории в том числе и программы установки потому что с ними тоже нужно через любовь работать вот им тоже нужно давать их признать и дать им любовь понять зачем они пришли и тогда все просто вот положи к полшебству все уходит вот азмиом и хочу сама вот для меня это прям такая вот история с которым очень хотелось нет опыт ну вот вот у меня есть такой опыт есть она прям до конца еще не ушла но она прям уменьшается вот прям регулярно ходит женщина и прям видно динамика она меньше и меньше становится мы прям идем слой за слоем и прям там раскрывается причины психосоматические прям видно как как это работает вот там был еще вопрос записи наверное имелся будет ли курс записи конечно он будет в записи но суть курса про менструальную осознанность скорее в том чтобы в живую присутствовать потому что мы вместе будем проживать вот этот вот этот цикл от начала до конца мы будем проходить все этапы и поэтому желательно конечно в живую присутствует но конечно в записи тоже все можно приобрести и курс моя дорогая его не курс про менструальную осознанность все можно записи приобрести у меня в топ линке есть все ссылочки в инстаграме заходите мы на курсе будем рассказывать какие есть сезоны в нейтральном цикле как энергия движется какие есть архетипы как это влияет на оргазм как это влияет на здоровье как практиковать менструальную осознанность как праздновать месячные какие есть тантрические древние ритуалы с менструальной кровью всего это будем рассказывать алина со своей стороны расскажет физиологические особенности тоже как наблюдать цикл и как его физиология протекает что-то по анатомии мы тоже расскажем потому что я очень люблю чтобы была и энергия и материя поэтому мы все вместе тем более мы с алины такие интегративщики поэтому мы будем друг друга дополнять идеально я считаю вот так что приходите к нам на курс он стартует 2 сентября ссылочка есть у меня в профиле лена пурнима точка ру курс вот что еще сказать ну приходите праздновать мы будем праздновать менструацию что это праздник это сила это благословение это подарок это таинство это мистерия это церемония вот я бы так про цикл сказала бы вот что-то хочешь от себя добавить ой ты так красиво все это мистерия это церемонии это для меня прям вот бальзам на душу что называется и конечно это просто бальзам на душу у гинеколога потому что ну это вот так здорово что сейчас вот так вот меняется все потому что допустим вот 15 лет назад да когда я начинала но у меня у самого было столько вообще стыда и столько вообще всего по этому поводу и сейчас так я вспоминаю даже не верю вот ну конечно с женщинами сразу я пыталась там на приемах да говорить что вы чтобы они хотя бы не стыдились да потому что болезнь сердца это не стыдно что тебе плохо стало это а что у тебя там кровотечение началось самое страшное для женщины что это кто-то увидел не 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 то что как бы там у тебя опасность для здоровья то что это кто-то увидел вот а сейчас меняется все и я просто очень рада такие слова слышать мистерия церемония полностью с ними согласна ну вот и я очень рада что у нас мы женщина к этому приходим таком на состоянии и такой любви к своему телу и к своим процессам в своем теле да это прекрасно я тоже радуюсь этим тенденциям что это происходит и это конечно основа и и здоровья женского и оргазмичности и вообще женского счастья вот так что приходите кстати можно приходить даже если нет менструации потому что ну и и может не быть то по разным причинам допустим беременность или гв или даже если у вас не на пауза все равно приходите потому что в менопаузе тоже есть свои циклы можно по луне проживать можно просто переход проживать и заново пройти и пересоединиться с этой силой в общем я всех приглашаю на курс есть менструация нет менструации может быть у вас есть дочь которая скоро начнет менструировать и вы хотите совершить праздник минархи для нее и поэтому хотите послушать что-то про менструальную осознанность тогда тоже приходите и еще ты вначале говорила про мужчин которые до теперь тоже знают что такое менструальная осознанность так вот на самом деле у мужчин они тоже могут практиковать менструальная осознанность потому что если у мужчины есть женщина жена возлюбленная и он знает какие у нее когда дни и какая она в какие дни то он знает как с ней обращаться в эти дни по разному таким образом мужчина рядом женщиной тоже может проживать менструальную созванности это очень интересно вот но у нас курс для женщин но вы можете своим мужчинам потом узнание передать да мужчины которые знают они еще могут тоже в эту же церемонию зайти вместе женщины и даже перепрожить и очистить и тоже можно сказать бесплатный подарок рядом с ним живет а он может быть и не знает а кто-то знает и они конечно пользуются этим но в хорошем смысле ну прекрасно все менструальная осознанность мир всем менструальную осознанность спасибо тебе большое классный эфир такой живой я надеюсь у нас курс тоже такой же будет глубокий интегративный живой вот в общем приходите мы вас ждем будем вместе проживать сентябрь начинается как раз учебный год новый сезон так что как раз во время вот все благодарю спасибо я все сохраню в инстаграме будет висеть на моих телеграм-каналах тоже будет эфир так что можете в записи посмотреть кто онлайн не был все до скорых встреч на курсе до встречи до встречи до встречи